Ну что же, всем большой привет, с вами, как всегда, я Дезертиру, и мы начинаем прохождение Mass Effect 2. Итак, поехали. Давайте нажмем новую игру, посмотрим, что же там будет. Не знаю, как у меня это получится, но надеюсь, что хорошо. Так, мужчина, женщина, персонаж, перенос из М. Никто иное нам не нужен, сохранение 0, Луиза Шепард, уровень 50, если вы помните, именно на этом я и закончил, поэтому поехали. Что хочу сказать, есть маленькая вероятность, что игра будет чуть-чуть подфризывать иногда, потому что буду использовать Ultra HD текстуры, ссылки на которые, наверное, дам в описании, если кому-то интересно. Просто это реально круто. Ладно, что я хочу сказать. Здесь дают сразу возможность пройти на безумном уровне сложности. Это о чем-то говорит, как бы, да? То есть нам все круто. Этот уровень сложности предназначен для игроков, не идущих на компромиссы. Враги умны, обладают быстрой реакцией, прекрасно вооружены, беспощадно используют умения. Этот режим рекомендован только игрокам, которые уже завершили игру на уровне сложности эксперт. Я этого не делал, но надеюсь, что смогу здесь пробыть так же эпично, как и в первой части, на менее сложном уровне. Единственное, я не помню, мне, по-моему, не очень сильно нравилась боевка в этой части или что-то с ней связанное. Вот. Вроде все сказал по этому поводу, поэтому поехали. Луиза Шепард, да, устраивает. Ранг тоже 50-й устраивает. Специализация солдат тоже устраивает. Психологический профиль капитан Шепард герой, окей. Состояние Рекса выжил в ходе задания на Вермайере, окей. Без вести пропавший Кайден Оленко погиб на Вермайере. Совет был спасен капитаном во время нападения на Цитадель. Все вот прям как надо. Класс. Устраивает просто идеально. Итак, Electronic Arts представляет. Поехали, дорогие друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Шепард did everything right. More than we could have hoped for. Сaving the Citadel, even saving the Council. Humanity has the trust of the entire galaxy. And still, it's not enough. Our sacrifices have earned the Council's gratitude. But Шепард remains our best hope. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help. Even after everything humanity has accomplished. But Шепард... They'll follow her. She's a hero. A bloody icon. But she's just one woman. If we lose Шепард, humanity might well follow. Then see to it, that we don't lose her. После опустошительной атаки Geth'ов на Citadel прошел месяц. Галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил место в этой престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на подтверждение того, что жнецы — гигантские машины, уничтожающие все органические цивилизации. Раз 50, мать твою, не успел! Как это можно так быстро прочитать? Короче говоря, на самом деле глазами-то можно прочитать, но вот успеть это все высказать. Ладно, на паузу нажмете, сами прочитаете. Дисengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. Four days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth' activity. Three ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Hmm. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly- It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Brace for evasive maneuvers! Brace for evasive maneuvers! Brace for evasive maneuvers! Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Brace for evasive maneuvers! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Everybody in! Go! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Контроль управления, ладно Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, как бы я, но Джокер, мать твоя, ты чё, дурак что ли? Хотя, а, у него же там поле, я совсем забыл про него Поговорить с Джокером И да, кто ещё не понял, игра полностью на английском, русской версии не существует, к сожалению А, жаль, я бы послушал Эх, обидно Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Знаете, меня в принципе устраивает Наша прошлая внешность Поэтому что-то в этом плане я менять не буду Меня все действительно устраивает Поэтому здесь все круто Единственное, я могу попробовать Не знаю Да ладно, давайте это оставим Оно в принципе вполне хорошее Так Здесь у нас есть снова возможность Выбрать другой тип Ну то есть Различные способности будут Так, боевого дрона, чтобы отвлечь внимание противника Заставить его проникнуть Так Что-то мне надо По технике единственный, кто может пользоваться Боевого дрона Инженер всех сражескими укреплениями И способен быстро обезвредить противника Хорошо, адепты Способны создать миксы Так, носящий врагов Убивать Адепты не слишком ловко управляются оружием Стражи используют технические и капитические Так, у них нет узкой специализации Так, однако они могут выйти из любой ситуации Штурмовик Так, оснащены имплантантами Способны Сбить с ног Враги байда штурмовиков Так Так, 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 так Отлично Разведчик Разведчики специализируются как на технике, так и на способах введения боя Они умеют маскироваться и становятся невидимыми для врага Так, смертельный урон С любой дистанцией могут использоваться Жизнь и членом же Наряжение и умение А я, наверное, знаете Все-таки остановлюсь на том же самом На чем была остановка для этого Поэтому Я думаю, что солдат все-таки будет в этом плане лучше Потому что Мне нужен здесь танк на более высоком уровне сложности Я боюсь, что он понадобится Итак, Луиза Шепард Колонист Последний герой И солдат, соответственно Да, принять Завершение настройки Вы не можете изменить параметры персонажа Я в курсе Спасибо за объяснение Итак, нас воссоздали Воскресили из мертвых С помощью проектора Лазарь Она реагирует на стимули Появляет в виду Объяснение о ее окружении О, мой Бог, Миранда Я думаю, что она украла Домбит, Воскресенье Она не готова Дай ее седатив Шепард Не пытайся двигаться Просто лежит Слабься 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 Стат Пошла вверх Слабься Это не работает Домбит Еще раз Ничего Слабься 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 Стат Слабься Слабься Нормальный Слабься Слабься Уплаж Я�치 Слабься Воскресенье Слабься Слабься Я уже сказал, что вы не знаете, Брррр. Развешайте. Вдох, командир. Шепард, вы слышите меня? Открылся от этого беда сейчас. Эта оборудование под атакой. Шеперд, твои скары не защищены, но я хочу, чтобы вы двигались. Эта оборудование под атакой. Есть пистол в локер на другой стороне. Порядь! Писто и арморка из локер. Вы не имеете время, чтобы ждать вокруг, Шеперд. Писто и арморка. Эта пистол не имеет термоза. Это медбей. Мы собираем тебя из... Проблема-то в том, что у нас как бы нету ничего. Окей, вот здесь вот перезаряжаться надо. Так, поехали. Насколько я помню, ребят, здесь есть один большой такой хороший плюс. Мы можем, ну, помимо того, что здесь приходится перезаряжать оружие. И да, вот здесь на shift. Здесь бег на пробел, мать его. Вот это меня бесило. Я вспомнил, что меня реально бесило. Шутка юмора в том, что здесь, по-моему, как раз есть разница, как стрелять. То есть, если вы стреляете в голову, то у вас, соответственно, больше наносится урона по противнику. Вот, там, видите, уничтожить выстрелами в голову. Так, нужно не допускать, чтобы по нам особо сильно попадали. Это, если честно, проблема. Потому что здесь они какие-то реально жесткие. Я не помню, чтобы я играл на этом уровне сложности. Сейчас попробую это все перепройти, потому что... Это весело. Я не был готов к такому, что у меня на shift все это... В общем, ладно. Бывают фейлы, я думаю, их не будет на записи. Может, будет, не знаю, посмотрю, как это будет выглядеть. Так, я думаю, знаете, давайте мы все-таки сменим быстренько настройки. Я не думаю, что у вас будет сильно большая проблема с тем, что я это все переназначу. Левый shift, пожалуйста, спасибо. Боевые действия. Окей, перезарядка. Ближний бой, убрать оружие. Панель управления держать. Давайте на E. Приказ бойцу идти атаковать. Пусть будет, не знаю, на тот же пробел, который у нас, в принципе, по-моему, больше нигде не используется. А, ускорится еще. Тоже. Прыгнуть. Прыгнуть. Вообще, прыгнуть на пробел я бы хотел, если честно. Установить мину правая кнопка мыши. Так. Я, честно, не знаю. Давайте там. На 9 у нас ничего нету, да? Давайте на 9 запишем приказ. Так. Все. Вроде все остальное. Вроде все нормально. Так. Так. Кодекс, журнал, меню, сохранение. Давайте просто сохранимся, чтобы, чтобы было. Так, отлично. Вот, на Shift мы бегаем. Патрончики. А, это максимальное количество патрончиков. Ага. Теперь на E у нас, да, есть патроны. Пробивает щиты и уничтожает ритуал синтетиков. Ускоряет ваши фрилекции. Давай дополнительное время прицеливания. Единственное, у нас пока нету, да? А Shift у нас открывается эта фигня. А я понял, что у меня нет шанса, так сказать, против мехов. Перезарядите. Так, надо быть поаккуратнее, на самом деле, потому что я что-то как-то расслабился, знаете, так. На фане чисто сижу. Надо быть поаккуратней. Так, на M у нас вызывается задание, то есть, куда нам идти, я понял. На Y. Здесь как-то... Ага, спрятать оружие. Окейшки. Окейшки. А, это ты отвлекаешься робота? Окей. Побежал дальше. А, здесь вроде больше ничего нету, да? Не правда вы мне врёте? Это надо было делать по-другому. Хорошо, она меня встретит где-то там. Я надеюсь, что это действительно так и будет. Так, мне туда, значит, пробуем сюда пройтись. Круто. Так, просмотр данных. Так, просмотр данных. Круто. Круто. И последнее. Подсветите отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, вы делите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы войти в защиту, вам необходимо замкнуть все цепи до истечения времени. Я помню, мне это было плохо. Обход не удался, запрещен. Начать обход. Так, подсветить, 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 подсветить. Это плюс это. Это плюс это. Это, по-моему, плюс это. Это плюс это. Это плюс это. Боже ты мой. Как это всё бесило. Я помню, это просто ужасно. Ну ладно, 975 кредитов получены. И хитово спасибо. Ну, только вот я не помню, на что здесь сохранятся. Ну, в смысле, быстрое сохранение. Здесь его, по-моему, нету на этом уровне сложности. А может и есть. Не знаю, фиг его знает. Странно, интересно, кому-то он говорит. Странно! 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 В отсутствие, у нас все равно. Продолжение следует... Чувствую. Я думала, что вы еще работаете в процессе? В отсутствие. В отсутствие, Miranda? Да, извиняюсь, забываю, что это всё уже новое для тебя сейчас. Я Стреяк Тейлор. Я был сгородом здесь... Господинскими, встать здесь. Хитово! Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо вот так вот... Я на самом деле, в принципе, и сам могу более-менее... Блин... Если только, конечно, я не буду этого... Делать... Ладно... Так... Притяжение, давай, используем... Так... Давайте и на этом тоже используем... Притяни к его пацанчику... Шикарно... Хм... Притяжение... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может быть, а может и нет Так Не очень-то мне это нравится, но здесь хотя бы есть патроны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну бегу, бегу, успокойся ты DimaTorzok Ладно Но вы поняли, что нас не хотели просто восстанавливать Нас хотели вернуть к тому состоянию, к которому мы были до этого Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я не помню, на что, кстати, здесь делать ДимаTorzok 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 Так, по-моему здесь все враги Были только что убиты Нам нужно Охрен его знает куда нам нужно Но по идее нам наверх Поэтому можем А нет, можем все-таки прятаться за стены Замечательно Тогда это хорошо Так, уберем здесь патрончики Не-не-не-не-не, ребятки, назад Сюда, бегом Так вот, кстати, здесь есть еще одна большая такая проблема Немножечко Опять-таки, пока вспоминаю Проблема заключалась в основном в том Что не очень-то хорошо все идет В принципе В принципе, давайте сделаем вот так Замечательно Потому что не очень здесь хорошо Народец пошел На меня Время Что ты делаешь? Ты думаешь, что Wilson способен? Нет. Если ты говоришь. Что следующий шаг? Мы идем на шутку и идем. Мой босс хочет поговорить с тобой. Мой босс? Я знаю, что ты работаешь для Cerberus. А, Jacob. Я должен знал, что твоя сознание будет лучше. Листью команды не будет способом приглашать нашу cause. Ну, а то, что мы получаем все в открытии, есть еще что-то еще что-то вы хотите спросить, когда мы идем, Команда? Очень удобно, чтобы вы появлялись во время. Где ты был во время? В том числе, пытаясь спасать твою жизнь? Волсон решила, что я помогла тебе, и он отправил армии мехов, чтобы меня уйти. Я пришла сюда как быстро. Наверное, слишком слишком скоро, если вы спросите, Волсон. Что с остальными людьми на этой станции? Это оборудование. Если они не здесь, они не приходят. Мы не можем уйти без того, чтобы знать. Нужно вернуться и посмотреть. Вы понимаете? Единственное дело, что ты, все остальные. Она вернется. Мы все знали риски, когда мы сдавали. Без тебя, нет никакого смысла в этом. Где мы идем? Возвращение Цербороса. Мужчина-мужчина ждет тебя там. Я не уверен, что я тебе вернусь. Это единственное место. Вы хотите остаться с моими мечами? Вы мне приглашите. Ты директор Лазареса, да? Да. Я поставил два года моего жизни в этот проект. В тебя. Что хочет Цербороса от меня? Может быть, ты должен спросить этого эллюзивного человека, когда ты его встретишь. Он вважал виртуально неиментированные ресурсы в Лазареса. Очевидно, он имеет какой-то план для тебя. У меня было достаточно этого станка, чтобы последствия летом. Или два, в твоем случае. Давай. Прежде чем ты встречаешь с эллюзивным человеком, мы должны задать несколько вопросов, чтобы осуществляться в вашем состоянии. Давай, Miranda. Показать? Шепард взял эти мечы без проблем. Это должно быть достаточно хорошим. Два года после этого сезона. Эллюзивный человек должен знать, что Шепард' личность и мемория в течение. Позвольте вопросы. Ты говоришь, два года? Я так долго не уйдала? Два года и 12 дней. И ты был на оперативной площади для большинства. Много больше мы начнем, мы можем сделать. Начнем с историей личной. Время показать, что ты был колоний, и вы потеряли ваши родители когда славы разрушили Миндвар. Вы переливали, и вы выживали атаку Тресшер-Мау и выжили остальные твои тренировки. Вы помните? Я потерял много друзей в день. Вы переливали, что-то такое. что-то так-то. Вы можете выжить, если вы позволяете. Я читал репорт. 50 маринеров умерли на акуз. Вы были единственные, кто живет. Вы согласны, Миранда? Время. Давайте попробуем что-то более новое. Время, вы уничтожили Сарин's клонирование. Вы уничтожили один из ваших команд для смерти в течение. Лейтен Каден Оленко был убил. Это ваша цель. Почему вы его оставили? Я оставил мой друг за день и я не делал это но я могла это сделать так много людей как я могла. Каден дали жизнь для остальных и без него я не могла остановиться. Он умерлёт. Я понимаю, и я не подвиживаю вашу решение. Все люди знают университет это клонирование должно быть уничтожим. Шепард, подумал на Ситадель после Сарин спасли и вы убили Сарин. Что случилось? Умнение было поставлено на Канцел. Я рекомендовал Каптан Андерсон для позиции. Да, Каптан Андерсон теперь Канцелор Андерсон. Но, я слышу, он любит жизнь в милитаре. Но, это не так, что у нас не будет политик на поле Твоя память выглядит высокая. Есть другие тесты, которые мы действительно должны идти. Давай, Миранда, хватит с квизами. Мемори есть. Я думаю, что вы правы. Мы должны надеяться, что неолюзивый человек принимает наши маленькие тесты как доказательства. Три вопроса это, ребят, не тест, это просто три вопроса о том, что мы должны были помнить с первой части. Эх, ладно. Эх, Ладно. Ну что ж, ээээ, призрак ждет нас в следующей комнате, а я хочу вам сказать, что на сегодня, мои дорогие, все. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока и удачки.